всем доброго дня с вами осмотрщик лёха и сегодня у нас необычный ролик в недостроенной мастерской с этим будем делать обзор на шуруповерты ты будешь сравнивать мазки м-видео еще лучше пушка ладно убедил верни кота и так наши участники дека дксд 12 фу вихрь до 12 л 2 кей а пит psr 12 by inter school до 12 р 02 и redverg rd sd 10 л дробь 2 y так ну с названием мы ознакомились теперь посмотрим как и в чём их доставляют первым нас будет шуруповерты вихрь пую теперь у нас будет шуруповерты вихрь в маленьком ёмком кейсе внутри кейс из инструкции сам шуруповерт два аккумулятора зарядка и даже бита держатель и и если у вас вы богатый тут может что-то еще поставить смотрю следующий нас дека так что это как это то что базовая комплектация наличие кейса не обнаружено 2 аккумулятора тоже не вижу а вот биту положили зарядка есть шуруповерт есть скромненько третьим у нас идет компания пид так кейс уже побольше инструкция шуруповерт два аккумулятора зарядка наличие подставки под биты и тут даже самые биты появились уже прогресс так следующее у нас идет интерскол наличие кейса инструкция два аккумулятора батарея сам шуруповерт подставка под биты биты и тут даже появились сверла я думаю знаю кто будет нас на первом месте и последний участник это редверк не знаю что это за компания пока еще не знаком с ней наличие кейса инструкции шуруповерт два аккумулятора зарядник ого битодержатель также сверла и биты здесь попрочнее чем в предыдущем случае один из самых скажем так укомплектованных кейсов ну и по первому взгляду могу сказать что у дека точно минус потому что отсутствует банально даже кейс а а вот интерскол редверк поставлен брод плюсики потому что у них самые большие кейсы то можно напихать много всякой мелочевки и они более-менее точнее более чем менее укомплектование остальных там наличие бит стартового капитала говорится при покупке и наличие сверил немного паспортных данных здесь всем практически одинаковые все в одной ценовой категории и все 12 вольтовки кроме редверка прозерка 10 8 заявлено первая скорость у всех одинаковая плюс минус 50 а так она в среднем их 400 в минуту 2 1400 также плюс минус 50 ну там погрешность так далее у всех тип аккумулятора литий он емкость полтора ампер час количество аккумуляторах у всех по два кроме деку у них один и все заряжаются где-то один час то есть все максимально приблизительно одинаковы а теперь углубляемся вглубь следующее сравнение будет посвящено верхнему переключателю скоростей для меня это очень больной вопрос нет вашего полета я два их за три года уже убил эта часть у меня не держится при сильном давлении на то что я закручиваю бывает затвор произвольно сползает вниз и приходится сюда подставлять спичку пластинку поэтому требования должны быть чтобы это был максимально жесткий пластик и сама кнопочка была максимально трудно переключаем а но не чтоб скрипела и так погнали компания пит ну видно что дешевый пластик сразу минусик интер скол видно что пластик хороший переключается довольно тяжко редверг пластик хороший очень тяжело переключается это точно плюсик вихрь легко ходит пластик ну тоже черный но на вид он какой-то такой ну так ходит легко сразу ставлю минусик деку тоже ходит легко тоже пластик как у пита видно что дешевенький тоже минусик по итогу интер скол редверг плюсики следующий у нас типы патронов есть двух муфтовые есть одна муфтовая преимущество конечно у 1 почему потому что если взять двух муфтовую ставить туда биту и одна рука у нас занята то второй рукой мы до конца не конец за ним она будет прокручиваться видите а вот в 1 муфтовом стоит система блокировки поэтому взяли ставили одной рукой и затянули оп и все и он встал в блокировку закрутился все никого не денется тоже удобно одной рукой раскрутить это возможно мелочевка но когда вы работаете это прям очень напрягает поэтому одна муфтовая блокирующийся есть только у радверга здесь и у интер скола не будем уходить далеко от тип патрона нас интересует муфта а именно количество скоростей компания пит 18 компания вихрь 16 компания дико 18 компания интер скол 18 редверг по 22 ничего себе мощь и и по итогам предыдущих сравнений плюсики получает за хороший патрон с блокировкой у нас интер скол и два плюсика у нас получает редверг за то что патрон сам блокирующийся и муфта на 22 скорости следующее сравнение у нас это удобство когда шоуперт разряжен или заряжен неплохо было бы узнать в этом помогает индикатор который присутствует вот тут мы видим что интер скол неплохо бы зарядить и так у кого он есть у интер скола вихря у дико у редверга а вот это его нет поэтому мы не будем всем ставить плюсики просто поставим один минусик компании пит фонарики у всех есть все молодцы все думают что нам не хватает света поэтому никому ничего ставить не будем следующий этап нас интересует аккумуляторы в первую очередь это будет безопасность вот данные три аккумулятора где контакты открыты при транспортировке возможны неприятные последствия в такие окисления попадания всяких деталей это касается в том плане когда у вас такой аккумулятор находится где-то в кейсе а тут еще вас куча гвоздей саморезов там проволочек если ноль с плюсом соприкоснуться ну скажем так будет не очень хорошо ваши батареи поэтому это минус плюсики поставим интер сколу и продажи но это не все второе когда заряжается аккумулятор так сейчас возьмем живой пример допустим компания вихрь включаем наш блок горит а вот заряжается ли батарея я не знаю соответственно у компании пит такая же проблема у компании дека такая же а вот у интер скола и редверга они это продумали у них здесь есть индикаторы что зарядка идет либо зарядка завершена сейчас это покажу зарядка идет зарядка идет я вижу сразу поэтому еще один плюсик редвергу и интер скола также неплохо бы было разобрать каждый шуруповерт посмотреть внутри какие начинки какие платы какие комплектующие моторы двигатели пускатели все такое но делать и этого не буду потому что после разбора какой-то конструкции у меня всегда в конце один итог поэтому чтобы не скрывать инструмент потом не бегать больной головой откуда лишняя деталь это вдруг он еще не заработает просто в интернете есть люди которые специализируются на ремонте взять их готовые данные просто ставить таблицу ну в принципе будет честно и субъективно очень бесспорно верим в принципе все сравнение которое можно было сделать без механического воздействия это то есть комплектация безопасность удобство что эргодинамика прочность подзарядка доступность и так далее все вам произвели теперь осталось произвести уже полевые испытания это что-то покрутить по закручивать по откручивать ну и уже сделать еще маленько там три-четыре теста мы сделаем это около одного дня мне уйдет потому что нужно зарядить потом это сделать испытания сделать съемки потом еще раз зарядить и вот так по кругу от устараза не получится это не все так просто мы не будем делать вот такими перьями наше испытание потому что бытовой 12 вольтовый инструмент бытовой он просто погибнет за минуту не всякая дрель пятьдесят пятом что-то просверлит а как у нас любят тестить на ю тубе но это это выглядит эффектно но никто в здравом уме такого не додумается это как пойти вон пилить дерево который у меня растет диаметром 50 обычный циркулярный пилой зато контент надо пилить контент так ну заряжаем так испытываем будет сухая доска по моему пятидесятка да точно так ну погнали первым будет у нас вихрь и знаете что я что-то замудохался сверлить и вот видите сколько здесь просверлено закручено саморезов саморез у нас десятка и это только сделал один шуруповерт вихрь 81 штука около 20 минут поэтому остальные я буду делать уже не в кадре мне не хватит чисто съемочного времени это мне сейчас полтора часа развлекаться и сажать вот эти аккумуляторы второе испытание мы сделаем потяжелее а я пошел крутить так ну что мы полностью посадили все наши шуруповерты и наши 15 сантиметровые саморезы я устал купить у меня завтра будет мазулька так вот худше всех оказался вихрь 81 штука лучше всех оказался в принципе так же это у нас нет не пит Интерскол и Редверк Интерскол сделал у нас 109 закручиваний а вихрь 107 ну тут плюс-минус одинаково это наверное все потому что у них батарея соответствует описанию а вот вихрь деко в одном моменте ну и чуть лучше пит оказался у него было по-моему 91 это один следующий этап будет сложнее следующий этап я хочу позакручивать саморезы по металлу в профиль я знаю что в принципе даже на 18 ватт шуруповерте его хватает минут на 10 а уж в таком случае я думаю мы сейчас этот тест проделаем очень быстро но для начала нужно зарядить аккумуляторы так ну за ночь у нас все это добро зарядилось и можно сделать еще два тестирования конечно можно сделать много тестирования надо будет делать целый месяц у меня для этого нет ресурсов обустройства и времени поэтому сделаем еще два теста второй тест мы сделаем с помощью вот этого брусочка так тест заключается в следующем нужно взять три самореза поставить 18 скорость на каждом шуруповерте и чтобы шуруповерт как можно глубже до упора их впендюрил и кто глубже все это сделал на протяжении всех трех саморезов тут у нас является мега пихарем да интересный конкурс улег конечно в общем пробуем пробуем так ну и по итогу второго у нас испытания есть первое необычное открытие я здесь подписал какая тут что делал мы видим вихрь потом был дека потом был пит получше интерскол где-то между питом и вихрем дека и редверг редверг честно говоря меня убил такой маленький шуруповерт способен закрутить 15 метровый саморез я сначала думал может не тот накрутил здесь чего как в общем 18 загнали полностью пришлось подкрутить на 17 и вот только 17 сравнялся с самым лучшим питом офигеть причем паленым не пахнет то есть шуруповерт выдержал уже хорошо ну в принципе не может не порадовать у нас есть победитель и остается последняя самая хардкорная сейчас будем крутить перышки и 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 ну мы закончили сверлить наши дырки у вихря 3,5 отверстия у компании пит 9 практически 9 там он на последнем этом стал пукать Так, у Деко и Редверга сравнялись, у них 10,2, практически досверлили, но все-таки никак И у Интерскола 11,5 Почему я там постоянно что-то передергивал, что-то перекладывал, что-то как-то Во-первых, шуруповерты при длительном сверлении нагреваются Во-вторых, у некоторых шуруповертов моднявых в аккумуляторах встроены датчики от перегрева Это чтобы такие, как я, рано или поздно, хорош инструмент не спалили То есть они защищают саму себя от таких, как я Ну и так далее То есть перегрели, кнопочку отпустили, нажимаете еще раз Заряд есть, но аккумулятор не выдает энергию, то есть не крутится Почему? Перегрев, Леха, гиппокопай, мы пока отдохнем Это, кстати, хорошо Так инструмент дольше прослужит Ну а теперь подытоживаем в нашей таблице Так, ну что ж, у вас есть таблица, у вас есть показания Можете посмотреть, там все, в принципе, подытожено Все тесты провели, возможно, невозможные Благо инструмент никакой не погиб Уже хорошо, тест объективный А кто же победил, кто же нам станет победителем за кого? Конечно же, гайковер Ладно, шучу, каждый решит сам Если я скажу, это будет считаться рекламой А мы этого не хотим На этом наш нереально веселый обзор закончен Следующий обзор у нас будет про лопаты Потому что наш бюджет маленький Если вам понравился такой формат Хоть что-нибудь напишите Если не понравился, хоть что-нибудь напишите Ну а я Копать Субтитры сделал DimaTorzok